Шамар, еще раз добро пожаловать в «Спартак». Расскажи, как тебя приняли в команде? Как прошли первые тренировки? Много отличий от того, к чему ты привык, пока играл в Бельгии? С кем из ребят ты общаешься больше всего? У тебя прозвище Боза, почему, что это значит? Американский фильм? Да, я думаю, это американский фильм, с «Стар», его имя был такой. И мой папа, он мне это назвал, но до этого я не знаю, почему это название, потому что это изменилось. Ты вырос в Тренчтауне, как и легендарный Боб Марли. Расскажи об этом районе ямайской столицы. Я из Тренчтауне, в Тренчтауне. Боб Марли, как по-другому, как по-другому, как по-другому, как по-другому. Боб Марли, как по-другому, как по-другому, как по-другому, как по-другому. Кто-нибудь из твоих родственников был знаком с Бобом Марли? Нет, 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 нет. Мы не родственники, но я всегда был близким с одним из «Стар». и я был рядом с культурной артой, это дом, культурной артой. Я был рядом с тем, когда я был молодым, я знаю, как по-другому, как по-другому, как по-другому, как по-другому. Так, я был рядом с тем, когда я был молодым. Тоже любишь регги? Да, но мне нравится танцовать музыку. Кстати, Боб Марли отлично играл в футбол. Да, он очень любит футбол. У вас там все дети рождаются сразу с мячом? Да, они играют с мячом, но, знаешь, это не много, ты знаешь, как, окей, мой боб, даже если ты не любишь это, ты играешь. Это не что-то, что ты хочешь прожить в будущем, но ты играешь тоже. В Ямеика это же, музыканты. Они не делают баскетбол, они не делают чак-н-филд, но они делают футбол. Они делают чак-н-филд, они делают чак-н-филд, они делают чак-н-филд. Они делают чак-н-филд. Они делают чак-н-филд, которые делают футбол. Они делают чак-н-филд, они делают чак-н-филд. Это только мюзика. Наверное, причина в том, что футбол – доступный вид спорта, достаточно только мяча. Да, но сейчас культура изменилась немного, потому что легендарный Усейн Болт и других людей. Знаешь, ситуация и все, я не в хорошей состоянии. Я была на отдыхе и приехала в преседу. Я занимаюсь с работой, чтобы играть и играть. Я думаю, что это было слишком много для меня. Я тоже путешествую. Потому что путешествую путешествую. У меня много времени восстанавливается. Это было слишком много для меня. Я говорю с командой, что если это возможно, как он тоже знает, я просто получил возможность спартака. И это будет много времени для меня. И я говорю, что если это возможно, я могу взять это время. Это будет очень хорошо для меня. И мы согласны с этим. То есть отношения со сборной сохранились хорошие, и в будущем проблем не будет? Для них это нормально быть немного поврежден. Но я думаю, что они профессиональные. И я говорю к ним, что чтобы даже работать, чтобы получить респект и выбор, которые они получили для меня. Если я возьму это, то я сделаю это. Но для этого периода я потребую этого времени, чтобы привлечься к вещам в России. Сборная Ямайки всего один раз в своей истории играла в финальной части Чемпионата мира. Помнишь, в каком году? Это было 1998. Я был один год. Ты, наверное, удивишься, но после того турнира в России появилась очень популярная песня про матч между Аргентиной и Ямайкой. Не слышал о такой? Нет. Слова там такие. Какая боль, какая боль. Аргентина и Ямайка 5-0. Хочу показать тебе. Посмотри клип. Похоже на регги, правда? Да, да. Я могу слушать бит. Да, бит, гитара, гитара. Ты тоже мечтаешь сыграть на Чемпионате мира? Да. В Ямайке это все, это детям, играть в Великобритании. Все детям играть в Великобритании. Чтобы это достигнуть. Чтобы туда идти, это огромное достигнение. Можно посмотреть и сказать, что я сделал очень круто. Американцы в других странах. Посмотрим, если он может выйти. Николсу! Какой гол! Какой гол! Я видел тебя в Инстаграме. Несколько фото в форме Арсенала. Ты болеешь за лондонцев? Конечно. Ты фанат Арсенала? Да, ты знаешь, когда я был ребенком, потому что в Ямайке это премьер-лига. Это премьер-лига, если ты скажешь ребенку, где ты хочешь играть. Это один клуб в Ингландии. Это всегда премьер-лига. Это так. Потому что, ты знаешь, раньше это было Джамейка. В Ингландии. Респонд на Джамейку. Пока мы становились индивидуально. Это было так. Но когда я был молодым, я был фанат Арсенала. Когда я был ребенком. Да. Почему именно Арсенал? Из-за красно-белых цветов? Ты знаешь, это моя бабушка. Я была близко с моей бабушкой когда я был молодым. и она всегда всегда смотрела игры. Потому что она была фанат Арсенал. Она всегда смотрела игры. И когда я пришел сюда, я просто влюбился с ними. Ты знаешь, стиль игры. Ты знаешь стиль игры. Они играют так же, как в Барселоне. Это потому что это. И тогда они были очень хороши. И я начинал их из этого. Наверное, кумиром был Тириан Ри. Ты знаешь, он был Тириан Ри. Но, ты знаешь, после того, я получил Ози. Ты знаешь. Но Тириан Ри был главный игрок, когда я смотрел Арсенал. Ты знаешь, это почему я так влюбился с Арсеналом. Потому что это. Ты мечтаешь когда-нибудь оказаться в английской премьер-лиге? Премьер-лиге? Нет. Нет? Нет. Тебе надо обязательно послушать. Ты смеешь? Да. Да, это наша голландская хип-хоп звезда. Позволь задать тебе еще один стереотипный вопрос о Ямайке. Когда-нибудь видел Усейна Болта? Насколько раз я видел Усейна Болта. Да. За сколько секунд ты можешь пробежать 100 метров? Смех. Я не так быстро. Я получил хорошую скорость. Я получил хорошую скорость. Я получил хорошую скорость. Надо увидеть. Один из этих дней мы увидим. Как много. Не сомневаюсь, но твое главное оружие это сильный удар. Тронк шот. Да? Павла. Как ты тренировал этот навык, чтобы бить так сильно? Ты знаешь, это такое, что я имею в виду. Ты знаешь? Ты знаешь? Ты знаешь? Ты знаешь, что делать? И, знаете, со временем я начался двигаться, я начал играть в мид-филе, и когда я был 17 лет, я начал играть в центр-форвардии. Я изменился, потому что я любил ударить. Это тоже что-то, что я практичу. Безусловно, какие-то техники, потому что кто-то может ударить. Мы можем ударить, идти вот так, идти вот так. Это что-то, что каждый может делать. Но техника это что-то, что я практичу очень много. С умением отдать пас у тебя тоже все в порядке? Пассинг тоже. Но я тоже хорошо с моим форедом. Твоим первым клубом в Европе был Домжали из Словении. Что дал тебе тот опыт? Какой опыт ты дал тебе? Ты знаешь, ты дал мне много опыт. Потому что это было первое время, когда я двигался в Ямаика. Ты знаешь, ямаика культура совершенно другая от Европы. В Ямаика, когда ты закончишь тренировку, ты можешь выходить на улицу, сидеть на корне с друзьями. Ты слушаешь музыку. Ты слушаешь музыку, ты слушаешь только звук. В Ямаика это не так. Ты можешь сидеть здесь, музыка играет прямо рядом с тобой. И музыка играет там, это так. И в Европе это было очень странно. Потому что я был в Ямаика, с моими друзьями, на улице. И в Европе, с моими друзьями, до дома. Это было немного другим. Это был тяжелый для меня. Ментально. И он меня подготовил для нас. Белгию. И, понимаете, я получил эту эксперименцию. Ментально. От Белгию. Это почему я думаю, что адаптация будет гораздо легче. В России. Время, несмотря на то, что в Кольвере. Время, несмотря на то, что в Кольвере. После Домжали ты играл за Шарлеруа. После Домжали ты играл за Шарлеруа. В чем ты прибавил за годы игры в Бельгии? Я пришел лучше в афтербол-мывменти, и также матурительность. Матурительность. Как я сказал, афтербол-мывменти, и больше композиции. Прежде всего, я проживала. И, понимаете, с опытом, в Словении, и с помощью людей в Бельгии, я получила больше композиции. и композиции. Так вот. О чем ты подумал, когда впервые узнал о предложении от Спартака? Вы знаете, в Джаманске я смотрел Champions League. Когда я слышал о Спартаке, я смотрел на Европа Лигу. Я сказал, что я никогда не играл в Европе Лигу. Я только играл в финальной раунде. Но я никогда не играл в группе, никогда не играл в группе. Я никогда не играл в игре. Ах, Спартак играл в Европе Лигу. Окей, тогда я начал следить за командой. Лигу. 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 Это это будет хорошая возможность для меня чтобы я построил больше, чтобы individuals видеть me. Так вот, я был виноват, поэтому мы работали над ним. Потому что у последних партнеров началось об этом. Я начинал исследовать, что это клубы с лучшими трофеями в России. Но я смотрел только на позитивную сторону. Я смотрел только на позитивную сторону. Потому что футбол выглядит так же. Ты можешь уйти, ты можешь уйти, ты можешь уйти. Но это все, что ты реагируешь. И это все, что ты держишь ситуацию. Поэтому это было только позитивную сторону. Я начинал исследовать Лук или Москва. Я начинал это. Потому что раньше я приехал в Россию, но это было в Уфа. 21-летний нападающий из Ямайки появляется на поле. Мы наблюдаем за этим форвардом. Достаточно интересных футболистов. Шамар, я не могу не спросить про твоего отца, который трагически погиб. Это историй, да? Да. Ты можешь рассказать о том, что это? Ну, первое, ты знаешь, мой отец был очень хорошим датом. Форвардом. 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 Ты знаешь? Ты знаешь? И когда мой отец умер, это было как... Большая часть семьи была умерла. Это было очень много. И ты знаешь, что произошло? Ну, это было... Это было близко к Хрисмасу. Это было в Десеме 23. Нормально Хрисмас в Ямайке 25. Ты знаешь? То есть, мы пошли, чтобы получить, как... Клубы. Потому что, по Хрисмасу, ты обычно положил, как... Клубы. Клубы. То есть, мы пошли, как... Клубы. Так, мы пошли, как... Клубы. Ты знаешь? Ты знаешь, ты играл этот матч? Нет, я не играл этот матч. Я был молод, это было первое. И когда он пришел в игру, я уже был в стадионе. Я видел его, когда он пришел, я смотрел на него, может, около 10 минут. Я остановился на футбол, и я смотрел на него. Но я не знаю, почему. Это было как первый раз, когда я его смотрел на него. Мне не страшно, что я смотрел. Потом, где он смотрел на него. Я смотрел на него. Но rou January она сама смотрел на него. Мне кажется, тогда она смотрел на него. Прошло тем минуту, а он смотрел на меняνε для него. М noch я смотрел на него. Я увидел его на другой стороне, и он смотрел, 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 смотрел. После игры, мне и мои друзья были вернувшись. Потом я начал слышать огонь, начался огонь. И я сказал мне, что кто-то получил эти огонь. Я не знал, что это был мой папа. Но когда ты говоришь о том, что это происходит, то люди ходили на звук, они не идут от звук, они идут от звук. Они идут от звук, чтобы увидеть, что происходит. Поэтому мы начали идти в сторону, где все встали. Все встали в этом стадии, чтобы увидеть. Я был, наверное, 50 метров. И я увидел, что это был мой папа, и я вернулся назад. Это был трудный момент для меня. Я остановился играть в футболе за один год и полгода. Это было тяжело. Очень тяжело. Я думаю, это был один из самых плохих дней в моей жизни, потому что я был так близко с моим папой. И я почти раздавал на футболе, как раздавал на все позиции. И чем ты занимался эти полтора года? И чем ты занимался эти полтора года? У тебя была депрессия? Да, я был так, так. Я думал о ревене, потому что в Ямаиках это такое. Когда что-то такое происходит для ребенка, это всегда такое. И думал, что это такое ревене. И с моей семьей и моими друзьями, с теми, они, пока они увидели, что я могу играть в футболе очень хорошо, и они говорили, что я не могу играть в футболе. Я не могу играть в футболе. Я просто хочу focussenя на то, что я люблю, что это футбол, и чтобы сделать мой папа рад. И это было трудно. Когда они просто сказали мне, это было как слушать, и потом, я забыл все, потому что это было только негативное. Когда кто-то говорит о негативе, я легко гравитаю. И когда ты говоришь позитивное, ты говоришь, я слушаю, а потом, я забыл о том, что ты сказал мне. И я оставил комью-то. Я оставил комью-то. Я оставил комью-то. Я оставил комью-то. Я оставил в Сент-Катчин, это париж, в Порт-Морке. И я оставил много времени до того, что это, что я хочу сделать, это не что-то доброе. Это только для семейства или для прежи, или для этого. И потом, я начал фокусироваться, я начал играть в футбол, и использовал моего папа как мотивация для меня. Когда я чувствую, что я в порядке, что я не хочу уходить в футболе, я всегда думаю о моем папе, и я должен делать это для него. Это для меня и мотивация. Из кого сегодня состоит твоя семья? Я знаю, у тебя есть сын. Шамар, и Шамар, и шамар. Они все живут на Ямайке? Да, они живут в Ямайке, но моя семья живет в Ямайке и я живу в Америке. Много семья живет в Америке. Планируешь показать сыновьям Москву? Да, конечно. Они скоро придут. Мой сын, моя мама, моего брата, они придут. Ты приехал в Москву в самый разгар зимы. Успел что-нибудь увидеть в городе в такой холод? Что ты уже видел в городе? Я ехал в Таймсквере. Наверное, на Красную площадь? В Таймсквере. Таймсквере. Да, я ехал в Таймсквере. Но я ехал в Таймсквере. Я думаю, что в России было немного холодно. Это очень холодно. Но ты знаешь, в Таймсквере. В Таймсквере было немного тяжело. Но я добавляю. И я думаю, что это же самое. Все зависит от понимания и менталитет. Потому что я уже пришел в Спартаке. Я думаю, что я могу сделать. Я должен быть фокусом на позитиве. Не на позитиве, не на позитиве. Ты понимаешь? Потому что, когда я играл на позитиве, это немного холодно. Ты понимаешь? Так что это больше позитивное. И менталитет. Ну, сейчас мы тренируемся в Дубае. Здесь с погодой. Все отлично. Да. Как в Джамейке. В Дубае. В следующий год. Чего ты ждешь от перехода в Спартак? Какие цели сейчас ставишь перед собой, помимо адаптации? В адаптации? Ну, чтобы узнать больше о культуре. Это очень важно, чтобы приехать сюда и чтобы устать на фасилии, чтобы устать на логичие, так что я говорил, так что это немного отличается, но не далеко. Понимаешь? Это что, когда ты понимаешь, ты можешь адаптироваться. Так что с адаптацией, это основной цель. и узнать игроком, с которым я играю. А после того, как освоишься, сколько голов планируешь забить? Для меня, для меня, для страйков, это про гол. Но это не индивидуальный спорт, это спортсменный. Если я получил тяжелый и я не победу, то я счастлив, но для страйков, я счастлив, но я счастлив. Почему нет? Но мы увидим. В первой сезон, я хочу работать много, показать, что я способен, чтобы score goals, потому что я могу ставить таргет, но я не могу ставить таргет, и я могу поверить таргет. Это просто так, чтобы работать как можно, и дать как можно, как можно, чтобы получать таргет. Может, у тебя есть любимая песня Боба Марли? У тебя есть «One Love», «Redemption Song», «No Woman, No Cry», «No Man, No Cry», «No Man, No Cry», «I remember when we used to sing in a government yard in Chinch Town». «Инкардра» «Инкардра» «Новляющим вершенья». Субтитры сделал DimaTorzok